Приветствую вас! Мне бы хотелось, чтобы вы как-то немножечко более, более, ну знаете, конкретно, более превентивно, более узко сформировали свой запрос. Потому что, понимаете, в чём дело? С одной стороны, ваш парень ведёт себя как ребёнок. Знаете, такой ребёнок, который постоянно пытается самоутвердиться, да, за счёт, ну вот, другого человека. Такой ребёнок, который пытается показать, что вот, я могу, вот, я могу, я могу, я классный, да, я крутой, я отличный, да, и так далее. Ага, это, собственно говоря, первый момент. И здесь, да, здесь, эээ, действительно можно говорить о том, что мужчина, он, эээ, собственно, ведёт себя как очень незрелый человек, ведёт себя очень, эээ, как очень, эээ, такой ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но, с другой стороны, вы же этого человека выбрали, вы же выбрали его для того, чтобы с ним быть, вы говорите, что вы любите его. Вы жалуетесь на то, что мужчина вас не принимает, вы жалуетесь на то, что мужчина отказывается вас принимать, отказывается принимать вашу позицию, вашу точку зрения, отказывается действовать так, как вы считаете правильным. Но, с другой стороны, вы ведь, получается, его не принимаете тоже. Ваша позиция это ваша позиция, а его позиция это его позиция, и если вы хотите, чтобы он принимал вашу позицию, то нужно перестать нести своим поведением угрозу мужчине, угрозу его точки-точки-точки зрения, например. Понимаете? Вот. Если вы этого не делаете, если вы на это не обращаете внимания, то нет ничего удивительного, к сожалению, что мужчина как-то защищается от вас, то есть да, это может быть неприятно, да, это может быть ужасно, но в данном случае он, мужчина, по сути дела, обергаливает вам то, как вы относитесь к нему, как вы относитесь к нему с вами, то есть вы хотите, чтобы он принимал вас, вы хотите, чтобы он как-то считался с вами, но при этом вы не считаетесь с ним. Понимаете? Каким может быть ваше поведение при, скажем так, норме, вот в норме, какое ваше поведение может быть, каким? В норме ваше поведение может быть таким, что раз вы придерживаетесь определенных взглядов, связанных именно с природой и животными, то соответственно вы это распространяете только на себя. На мужчину вы это не распространяете. понимаете, он чувствует, что вы пытаетесь ему передать свою позицию, он чувствует, что вы пытаетесь ему внушить, что вы действуете правильно. И это заставляет человека, это заставляет его, значит, вести себя как ребенок, как ребенка, то есть защищаться. Он защищается от вас именно по той простой причине, что чувствует угрозу. И вопрос, который вам нужно задать себе, это вопрос такого плана. Почему вы на него распространяете свои взгляды? Ну, почему? Ну, вот у него есть там свои принципы. Ну, оставьте их. Если вы хотите, чтобы, если вы, например, значит, ну вот, вам нужна ветка, да, вам нужна, ну, палка, палка деревянная, да, возьмите, сломайте ее сами, если вы хотите это сделать как-то, ну, как-то по-особенному. Возьмите ее, сломайте ее сами. Если вы попросили мужчину это сделать, ну, извините, он, эээ, делает это так, как считает нужным. Он делает это так, как, эээ, собственно, ну, так как, эээ, он умеет так, как он, так как, эээ, кажется правильным именно по его усмотрению. Вот. Плохо это, возможно, но это его выбор. Понимаете? Вы не можете требовать от человека действовать так, как вы, эээ, вот считаете. Вы не можете, не можете этого требовать от человека. Вы требуете. то есть, эээ, как бы, говоря, чтобы он принимал вас, вы не принимаете его. А он, естественно, чувствует, что вы подавляете его. Плюс он, вероятно, с вами не согласен и, как мужчина, да, не видит в этом, ну, ничего такого. То есть, ну, смеется над этим, скорее всего. Он, может быть, и уважает, эээ, вас. Он, может быть, и, эээ, считается с вами. Вот так. Считается только до поры до времени. Постольку, поскольку. То есть до тех пор, пока это не запрагивает его. Если он, эээ, ну, если он чувствует, что это его запрагивает, то, соответственно, он этого больше не делает. Вот. И я уверен, что, если вы спросите его, он, эээ, вам скажет, что, он считает, что вы от него требуете действий, эээ, которые к нему отношения не имеют. Правильно это будет? Ну, опять же, эээ, опять же, с точки зрения, эээ, как бы, его, эээ, позиции, с точки зрения его позиции, субъективных, да, это будет правильно. Это будет верно. Верно. К сожалению. К сожалению, именно, эээ, для вас. Далее. Далее. Вот, поняли, да, надеюсь, что вы оба в этой ситуации ведёте себя, ну, скажем так, эгоистично. То есть, мужчина ведёт себя довольно вызывающе, потому что он, видимо, ещё незрелый достаточно, незрелый достаточно для того, чтобы выступать, для того, чтобы как-то вот смиряться с вами, смиряться с чужой позицией, да, принимать как-то эту позицию. А вы, вы, в свою очередь, хотите такого отношения к себе, которое не даёте сами. То есть, это в некоторой степени тоже эгоизм, и в некоторой степени это проецирование своих потребностей на другого человека. То есть, по сути, вот, как вы ведёте себя с ним, на это существенное влияние оказывает ваше желание. Это неправильно, это вы, как бы, здесь выступаете своего рода ребёнком, да? То есть, смотрите, я вам зачитаю сейчас. Значит, захотела поиграть с ним, попросила его поискать палок. Он встал перед деревом, видишь, я смотрю, и оторвал часть этого дерева. Так как дерево, э, ещё молодое, оно было маленькое. Вот. Меня переостроил, и на протяжении вечера мы ссорились. То есть, он, по вашему мнению, да, э, не должен был рвать, э, э, значит, ну, ломать дерево. А, по вашему мнению, он, э, должен был, что сделать? По вашему мнению, он должен был, ну, наверное, сделать, как вы хотите. Ну, так это же вы хотите. Это же не он хочет. Это же вы хотите. Такие, если хотите вы, вот и вопрос, почему вы ждёте, ага, данного поведения от него. Если хотите вы, э, если потребность ваша, то почему, почему, э, эту потребность должен, э, удовлетворять, удовлетворять, удовлетворять мужчина, мужчина. Ведь логично же, логично, логично, что, если этого хотите вы, то, э, ну, если этого желаете вы, что, вам это и нужно делать. От вас это зависит только. Вот. Да, я понимаю, что, скорее всего, вам не понравится, то, что я сказал. Э, но, тем не менее, мне кажется, что, э, на этом нужно застретимать. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, а если предположим, вот предположим, что мужчина ваши взгляды не разделяет, да, ну, просто не разделяет ваши взгляды, и всё. Может такое быть? Может у него быть своё мнение? Может. Может. Может у него быть свой взгляд? Может. Вопрос. Вы говорите, вот, что, э, ну, вы говорите, что, вот, что мне делать, да, вот, как мне, вот, что, я его люблю и так далее. Ну, опять, вы как будто, э, говорите так, э, ну, ведёте себя так, как будто, э, мы, вот, вы должны либо, э, предать свои, свои интересы сразу, то есть, вот, у вас вообще другого выбора нет. Либо интересы предать, э, либо, э, не знаю, остаться без него. А почему бы надо предавать сразу отношения? Почему надо сразу предавать, э, э, себя? Почему надо сразу рвать отношения, как будто нету другого способа никакого для этого? Нет другого выхода. Ну, вы и правда считаете, что, э, другого выхода нет? Почему просто не принять, э, его позиции? Просто сказать, ну, хорошо, вот ты такой, вот, э, ты такой, я твоё мнение уважаю, а я такая, уважай меня. То есть, просто не переубеждай меня в обратном, не переубеждай меня в том, что я не права, и всё. А так-то, если человек делает что-то, но он вправе делать то, что считает нужным, надеюсь, вы это понимаете. То есть, э, у вас есть, э, смотрите, э, некая категоричность, да? То есть, вы говорите, всегда пытался найти коммунист, но именно эта тема меня всегда задевает. Самое обидное, он это знает и продолжает делать, э, как будто специально, да? Почему задевает эта тема? Чем задевает? Подумайте. Вот, если вы уверены в своём восприятии мира, если вы уверены в своей позиции, если вы уверены в том, что вегетарианство это здорово, это правильно, это хорошо, если вы этим живёте, как вы говорите, так почему вас задевает тогда? Вопрос. И, на мой взгляд, вопрос хороший. То есть, если вас задевает, значит, что? Вам тут неприятно. Если, если вас задевает, значит, что? Значит, э, вас это, э, что-то пробуждает. Что-то такое очень, ну, неприятное может быть. Что-то такое очень, э, э, ну, возможно, то, э, в чём вы сомневаетесь. Всяк. Всяк. Я, конечно, не знаю. Может быть, это не так. Но, как это видится мне, э, вполне может быть. Здесь нужно разбираться. То есть, ещё раз. То есть, вас задевает, это ваша проблема. Только ваша. Не проблема человека. Не проблема мужчины. Понимаете? Он поступает так, как он считает нужным. Правильно? Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что это правильная позиция. Вот. Далее. Э, значит, смотрите. Он делает это специально. Почему делает это специально? Я сказал. Он правит, почему должен подстраиваться под, э, подстраивать под мои принципы. Помогите, я без, безысходности. Так, я не могу перейти через себя. Природа для меня очень важна уже с детства. Ну, так хорошо, что она для вас важна с детства. Э, э, в чём проблема? Почему вы должны отказываться от своих взглядов-то? Он говорит просто, что, почему я должен подстраивать под мои принципы. Так вам нужно просто принять его поведение. Не если вы о чём-то просите его. И всё. И всё. Ну, либо вы его принимаете и... И вы его действительно любите, либо вы не принимаете и, простите, тогда любви говорить нельзя. Как таково. А, отказываться от своих взглядов, ну, я думаю, это... Это в любом случае неправильно. Ну, надо понимать, что ваши принципы, они только ваши. Они не касаются другому человеку. И другой человек не должен делать так, как вы считаете правильным. Понимаете? То есть, если для меня природа не важна, я беру, отрываю ветку. Потому что вы попросили палку. Да, напрягает, что мужчина делает это специально. Но, опять же, он знает об этом. Он знает о том, что вы как-то вот, ну, негативно воспринимаете это. Он знает, что вы ждёте от него, что он будет исполнять ваши, ну, как бы, предписания. Вот. И, естественно, он это делает специально, чтобы смузыриться, чтобы, как бы, не прогибаться под вас. Для некоторых мужчин этого важно. И вполне возможно, что это делает его мужчины. Вполне возможно, что именно за это вы его, именно поэтому вы его и любите. Потому что он не прогибается под вас. Так, старайтесь принимать его таким. Я уверен, у него есть другие проявления плюсов. Другие проявления его достоинств, когда мужчина проявляет себя с позитивной стороны. И вы рады, что он такой? Ну, так вот. А со временем, если вы перестанете заострять на этом внимание, очень может быть, что человеку просто, у человека пропадёт мотивация защищаться от вас. И из-за того, что мотивации защищаться не будет, собственно говоря, он постепенно, постепенно, постепенно сделает так, как вы хотели бы. Но это произойдёт не сразу, понимаете, в чём момент. Потому что, потому что мужчина, он, ну, логично предположит, что, как бы, раз вот, я, как бы, прогнусь, вот если я прогнусь, то она будет среди меня прогибаться. Ну, например, 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 так мужчина думает, вот, ну и всё. Вы же не хотите ломать человека, правильно? Да, возможно, вам хотелось бы, чтобы он был такой же, как вы, вегетарианец. Ну, так опять же, если так, то вам нужно выбирать соответствующего мужчину. Я не заметил, что вы его любите, в общем. Любовь – это принятие. Вы не принимаете его. И, судя по всему, вы не принимаете себя, потому что вас это задевает. Ибо, вот, если, ну, не как, вот, вы хотите, чтобы не только вы это делали, да, там, не только вы, там, следовало своим взглядом. Вы не хотите, чтобы другое, чтобы он тоже это делал. А это значит, что вы пытаетесь, как, вы пытаетесь распространить, как бы, ну, вы пытаетесь распространить своё восприятие. А зачем? Чтобы быть увереннее в нём. А если вам нужно быть увереннее в нём, значит, вы в нём сомневаетесь. А если вы сомневаетесь, значит, вы не принимаете себя. Вот и всё. Вот и всё. А если вы не принимаете себя, то, естественно, вы не можете принять другого человека. Это нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго. И удачи.